Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, вообще материалом для генетического анализа может являться кровь, ткань, опухоли, материал цитологических мазков, смывов, вообще любая биологическая жидкость. Дело в том, что 95, если не 99% материала, который берут у пациентов, он погружается в формалин, после чего заключается в парафин, после этого выполняются гистологические срезы, а после этого материал длительное время хранится в архивах патологоантомических отделений, поэтому они получили такое название, как архивная ткань. Но именно благодаря использованию архивных тканей в клинических исследованиях многие фундаментальные достижения перешли в практическую онкологию. Дело в том, что задача при аналитическом этапе молекулярного исследования заключается в доставке нуклеиновых кислот опухолевой клетки от больного до генетика. И самый оптимальный вариант – это погружение биоптата, полученного после манипуляции, в жидкий азот и доставить его к генетику. Но дело в том, что при этом не достигается высокая прецизионность, и данный метод настолько трудоемок, что он до сих пор не вошел распространенно в клиническую практику. Другое дело, когда материал погружается в формалин, после этого он быстро фиксируется, он заключается в парафин, получаются парафиновые блоки, выполняются качественные четкие срезы, позволяющие выполнить прецизионную микродиссекцию, так как любой двухмерный срез – это гетерогенная структура с большим количеством элементов. Но дело в том, что использование формалина влечет за собой деградацию нуклеиновых кислот, ДНК и РНК, но современные методики позволяют преодолеть это ограничение. Более того, извлечение ДНК из архивных блоков возможно спустя 25 лет, а по нашим данным и блоки с выдержкой 50 лет тоже возможны их использование для исследования. В то же время известно, что азотная кислота, муравьина, хлорина разрушают нуклеиновые кислоты. По этой причине материал после декальцинации или фиксации в тяжелых растворах металлов не пригоден для молекулярного исследования. Это в первую очередь касается всех биопсий, метастазов, карцином в кости. Этот материал не пригоден для исследования, так как неотъемлемым этапом обработки материала является его декальцинация. Преаналитический этап молекулярного анализа – это основная задача доставить в неизменном виде нуклеиновые кислоты. Первый этап – время тепловой ишемии. Это то время ишемии, когда с момента перевязки сосудов до извлечения организма, когда объект находится при температуре 37 градусов, потому что в это время развивается тепловая ишемия и деградирует молекулы РНК. И это время полностью зависит от способности хирурга выполнить манипуляцию качественно и быстро. И если для ткани головного мозга это время стремится к нулю, то это время для ткани легкого может составлять 30-60 минут. То же касается и времени до фиксации формалином. Это то время, когда макропрепарат находится в контейнере или в лотке, или лежит где-то либо в операционной, либо находится на пути в патологоатомическое отделение. Все это время также происходят процессы деградации нуклеиновых кислот. И если оптимально это время должно составлять порядка получаса, в реальности оно достигает 4 и более часов. Всеми своими достижениями морфология обязана забуференному нейтральному 4-процентному раствору формальдегида. Несмотря на то, что он быстро проникает в ткани и быстро фиксирует структуры, его использование влечет за собой образование метиленовых мостиков. И это, в свою очередь, создает некоторые трудности для извлечения молекул ДНК. Более того, за 200 лет эксплуатации данного реактива так до сих пор и не разработано стандарта его использования. Это связано и с физико-химическими особенностями, неравномерность его проникновения в ткани, так и такие нюансы, как пятница и праздники, потому что в эти дни фиксация материала может длиться более 24, иногда 48, а иногда и 72 часов. Для того, чтобы парафин проник в ткани, его необходимо обезводить. Это выполняется посредством погружения объектов последовательно в спирты восходящей плотности, для того, чтобы выполнить качественные срезы. И в приведенной публикации показано, что длительная проводка ткани приводит к лучшему качеству РНК. Все эти условия необходимы на самом начальном этапе приготовления блока, для того, чтобы он был пригоден для молекулярного исследования. Следующий ответственный этап прианалитического этапа – это микродиссекция, которая заключается в извлечении из ткани непосредственно опухолевых элементов и желательно предотвратить контоминацию неопухолевыми элементами. В связи с тем, что любая ткань – это трехмерная структура, в которой помимо опухолевых клеток содержатся стромальные элементы, клетки воспалительного ответа, сосуды и элементы крови. Это все необходимо учитывать во время диссекции. Всего существует два типа микродиссекции – ручная и лазерная микродиссекция. Их возможности и ограничения приведены в таблице. Дело в том, что ручная микродиссекция является дешевым и простым способом. В самом простом виде этот метод представляет собой использование двух стекол и скальпеля. Срез окрашен гемотоксилином и азином. На нем отмечаются зоны с максимальным содержанием опухолевых клеток. Затем неокрашенное стекло накладывается на окрашенный срез и бритвой соскабливаются необходимые зоны. Другое дело, если опухоль имеет строение, представленное на слайде, когда опухоль имеет солидное строение и более чем на 90% представлено только опухолевый элемент. В этом случае мы можем воспользоваться аппаратом для формирования тканевых микроматриц, выбить участок с максимальным содержанием опухолевых клеток, поместить в отдельный блок, и после чего изготавливать срезы, не опасаясь контоминации неопухолевыми элементами. Но чаще всего мы сталкиваемся с следующими ситуациями, когда материал представлен биоптат тремя фрагментами ткани. Один из них – это эритроциты и фибрин, фрагмент фиброзной ткани, и один фрагмент также слизистой оболочки стен хибронха, который микроскопически представлен фиброзной тканью с полями низкодифференцированной карциномы. При иммунофенотипировании уточнено, что это низкодифференцированная аденокарцинома, но в то же время обратите внимание на неравномерность распределения опухолевых клеток, и мы должны прекрасно понимать, что контоминация с тромальными элементами, клетками воспаления, воспалительного ответа в данном случае неизбежна. И мы должны уведомить генетиков относительно этого факта, чтобы они учитывали это в интерпретации результатов молекулярного исследования. Дело в том, что согласно рекомендациям руководства Американского общества клинической онкологии по молекулярному тестированию больных раком лёгкого для выбора ингибиторов ИДЖИФР. Тесты выполняют пациентам с аденокарциномой лёгкого или смешанной опухолью, один из компонентов которой аденокарцинома. До недавнего времени мутационный статус ИДЖИФР связывали в первую очередь бронхилолиарной карциномой. С начала 2015 года новая классификация исключила данную нозологическую единицу из оборота. Это заменено стелющимся подтипом аденокарцином. Но с другой стороны уменьшилось количество исследований, которые бы делали вообще какие-либо акценты на гистологических подтипах. Это перестало иметь значение, имеет значение только есть аденокарцинома или нет. В 2015 году вышла четвёртая редакция гистологической классификации ВОЗ опухоли лёгкого, в которой появился ряд изменений. Это появление пяти подтипов аденокарцинома. Это новые иммуногистохимические алгоритмы диагностики. Это нюансы в определении карцином ин-ситу. И в конечном счёте это более чем 50 первичных злокачественных новообразований. Но с точки зрения онколога, ему предпочтительно данная классификация, несмотря на то, что для ортодоксального морфолога это форменное свитотатство. Но это оправдано клинически, потому что в данной классификации приведены основные гистологические типы с разными лечебно-диагностическими подходами. С другой стороны, необходимо проводить тест материаля малого объёма. Если аденокарцинома не может быть полностью исключена. Сплошь и рядом наша практическая деятельность состоит из того, что материал, присланный на исследование, состоит из фиброзной ткани с фокусами низкодифференцированной опухоли солидного строения. И дело в том, что материал от двух больных раком лёгкого имеет сходное микроскопическое строение, но иммуногистохимически. А в одном случае это низкодифференцированная аденокарцинома, а во втором низкодифференцированный нерагивающий плоскоклеточный рак. Таким образом, если биоптат, заключение, звучит примерно следующим образом. Низкодифференцированная карцинома. Допустим, плоскоклеточный рак под вопросом, аденокарцинома под вопросом, или есть какие-то сомнения, или нет трёх признаков плоскоклеточной карциномы, о роговении, роговые жемчужины и межклеточные мостики, этот случай тоже следует посылать на молекулярный анализ, потому что после иммунофенотипирования легко может оказаться, что этот образец низкодифференцированная аденокарцинома. Также материал из первичной опухоли и метастаза одинаково пригоден для исследования. Больной 36-лет, который обратился вне онкологии с клиническим диагнозом опухоли мягких тканей левого бедра, ему была выполнена биопсия. Микроскопическая картина соответствовала фрагмент фиброзной ткани с фокусами низкодифференцированной карциномы. Выполнено типирование. По комплексу иммунофенотипических признаков установлен, что это метастаз рака легкого в мягкие ткани левого бедра, после чего пациент имел достоверно известный мутационный статус ИГФР до начала обследования по основному заболеванию. ИГФР-тесты выполняются в образце с содержанием опухолевых клеток более половины. В то же время чувствительность метода позволяет выявить мутацию в образце, в котором 10% опухолевых клеток. Непосредственно в данном биоптате, хорошо, адекватно взятом, только один фокус содержит порядка 20 опухолевых клеток, его общий размер достигает 1 мм, при этом микродиссекция может быть выполнена, и она была выполнена, и пациент знает достоверно свой мутационный статус. Оптимальным набором для ИГФР-тестирования является один парафиновый блок с тканью опухолей и плюс одно стекло, окрашенное гемотоксилином и озином. Нет никакой практической необходимости присылать огромный полиэтиленовый пакет со всеми блоками, со всеми микропрепаратами всех операций, всех исследований, которые ему были выполнены с 1996 года. Необходимо одно-один блок. Этого достаточно. Либо вторая ситуация, которая часто практикуется в зарубежных клиниках Израиля и Германии, когда они понимают, что блок из России им явно не вернут, они присылают 5-10 неокрашенных срезов ткани опухоли на непокрытых, незаряженных стеклах 3-5 мкм толщиной, и в зависимости от размера опухоли на стекле есть ряд нюансов. И плюс к этому прикладывают одно стекло, окрашенное гемотоксилином и озином, этого более чем достаточно для проведения микродиссекции с последующим молекулярным анализом. Говоря о упаковке, не нужно использовать пакет с Михаилом Боярским. Для этого достаточно закрывающийся пластиковый пакет или контейнер, либо картонная коробка. И если направления с указанием номеров блоков должны соответствовать номеру гистологической исследований, если на коробке написан чижиков, на стеклах тоже должен быть чижиков, потому что это не редкие ситуации, когда блоки и стекла могут не соответствовать друг другу. Это нужно соблюдать, отмечать, это такой практический нюанс, но он иногда случается, что материал не соответствует. Если мы говорим о транспортировке, то желательно оборачивать стекла во избежание боя плотной бумагой. Никаких нюансов и особенностей нет, не перегревать, потому что выше 50 градусов парафин просто начинает плавиться. Спасибо за внимание. Скажите, пожалуйста, минимальный размер опухоли, где можно выделить РНК, скажем, биоптат, одна клетка при цитологическом исследовании мокроты, скажем так. Можно выделить или нет? Игорь Владимирович, спасибо за вопрос. Дело в том, мы говорим об РНК. Публикации, результаты исследований гласят, если мы говорим о РНК, то необходимо не менее 50 клеток. Да. Вот, собственно, чтобы представление было. В цитологическом препарате. Чтобы было представление, да. И либо, скажем, это поливральная жидкость, которую, в принципе, тоже можно собрать, клеток-то 50 можно собрать, если это злокачественный поливрит, да? Но в концентрированном состоянии, да? Как это выглядит, скажем, если эта жидкость злокачественный поливрит, а нам нужно получить из поливрита, ну, нет такого другого метода, состояние пациента совсем плохое. Мы можем получить материал для генетического анализа? Уже, Владимир Владимирович, дело в том, что современные цитологические методики позволяют использовать такие методики, как цитоспин, которые позволяют из большого объема жидкости получить достаточное количество клеток, которые активно используются, в том числе в нашей лаборатории, для оценки мутационного статуса. Хорошо. Ну, вот я хотел на этом и сконцентрировать, сакцентировать внимание, что не только морфология или гистология, а цитологические исследования, да, тоже могут быть рассматриваться как материал для генетического анализа. Более того, Евгений Владимирович, мне казалось, что это уже давным-давно закрытый, очевидный вопрос, но, возможно, для кого-то он еще требует комментариев. Не для всех, для всех это открыт, да. Поэтому я акцентирую. Не для всех открыт. Вопрос. Можно еще вопрос, да? Александр Олегович, спасибо большое за Вашу презентацию. Скажите, пожалуйста, тут Вы сказали, не надо в мешке доправлять много-много стекол и много-много материала. Скажите, пожалуйста, а встречались ли у Вас ситуации такие, когда в первичной опухоли находили те изменения, например, не находили, которые нашли уже при метастатической болезни? Уже, Светлана Анатольевна, если мы говорим применительно к раку легкого, то материал, полученный во время первой операции и последующих операций, они равнозначны между собой в случае, если не проводилась таргетная терапия. Если идет речь о выявлении мутации Т790Н на фоне резистентности к ингибиторам первой линии, то тогда, конечно, следует использовать второй материал. Но если говорить о раке легкого, это равнозначно. Если о других каких-то локализациях, там могут быть разные моменты, потому что некоторые генетические показатели могут меняться. Спасибо. 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 Спасибо.